я вам сегодня продолжаю рассказывать продолжаю рассказывать с того места где мы остановились в нашем хумаше бамид бар мы с вами говорили говорили о о жертвеннике который который облицевали покрыли со всех сторон медными пластинами мы с вами говорили о о разведчиках мираглим и вот теперь как раз как раз как раз в нашем хумаше мы добрались до того места где мы встречаемся с нашим старым знакомым с нехорошим знакомым которого зовут белам белам о злодей белам белам он был а он был одним из потомков одним из потомков лавана лавана арамейца вы помните что лаван очень 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 много зла причинил нашему братцу якову и как он старался как он не старался навредить якову но все время якову помогал ашем вы помните что когда яков наконец-то убежал от лавана вместе со своими женами с с леей и с рахелью и лаван гнался за ними гнался 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 до самой горы гель ад и там он их догнал он хотел наброситься и он хотел хотел погубить якова и все его семейство несмотря на то что этого были были его родные дочери лея и рахель и белай зельпа они тоже были его дочерьми но от наложницы никого он не жалел ни своих дочерей ни своих собственных внуков ой он гнался за ними но шем шем ночью открылся открылся лавану и сказал берегись ух если ты только попытаешься если ты только попытаешься сделать якову что-то плохое или даже что-то хорошее потому что то хорошее которое делают злодеи она в конце концов оборачивается тоже злодейством и когда лаван встретился когда лаван встретился наконец с яковом на руку на утро то он заключил с яковом мир и вы помните вы помните что мы с вами говорили что такое построили яков и лаван на горе гил ад кто помнит что что такое не особенное построили на границе на горе гил ад какой-то какой-то знак какую-то пограничную преграду они построили построили забор ограждения построили забор ограждения и они поклялись что не я сказал лаван не мои потомки не ты яков и не твои потомки не перейдут через эту ограду чтобы сделать чтобы сделать другому другому зло не мои потомки не пойдут делать зло твоим потомкам не твои потомки и пойдут делать зло моим потомкам белом он как раз потомок лавана и как раз он хочет хочет сделать зло потомкам якова евреям возвращающимся из египта а вы знаете что белом белом он был пророком пророк это тот человек который может видеть ашема не не настоящий вид ашема у ашема нет никакого вида а то как ашем хочет себя показать и может слышать то что ашем говорит и передать это другим людям вы знаете что у евреев самый большой самый великий еврейский пророк кто был кто-нибудь знает как звали еврейского пророка совершенно верно мошера бэйну мошера бэйну ой вывел евреев из египта и и и спустил евреям с небес тору и наставил евреев на правильный путь народы мира могли бы сказать а евреи получили тору и большую награду потому что их вел такой великий пророк мошера бэйну а она машем не дал такого пророка ашем ашем дал им тоже пророка такого же великого как мошера бэйну этот пророк был билам билам был очень великим пророком он он мог мог бы стать таким же великим как мошера бэйну если бы его сердце не стремилось козлу если бы он все свое всю свое пророчество не использовал на злые дела вы помните что когда когда евреи переходили переходили красное море раступились воды моря и не только воды моря раступились на 12 проходов но и во всем мире вся вода раступилась на 12 проходов все 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 речки некỏ не раств commonly used cable. 3 19 в тарелке появились 12 проходов если была налита вода в стакане тоже появились 12 проходов все 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 народы испугались они думали что сейчас что-то что-то случится изменилась изменился измерили все законы мира вся вода вместо того чтобы течь спокойно она разделилась на 12 проходов они побежали к пророку побежали к биламу спрашивает, что случилось, что сейчас будет потоп, сейчас будет что-то ужасное. А Белам им ответил, а-а-а, ерунда, это евреям делает Ашем чудо, они проходят посуху через Красное море. Посмотрите, как он им ответил, вместо того, чтобы сказать им, смотрите, какое великое чудо делает Ашем еврейскому народу. Смотрите, к чему мы должны стремиться, как мы должны себя вести, чтобы тоже удостоиться таких чудес, чтобы тоже приблизиться к Ашему, чтобы Ашем нам тоже делал такие чудеса. Вместо этого он говорит, а-а-а, ерунда, подумаешь, евреям сделал Ашем чудо. И эти люди, которые пришли к нему, пришли к нему с вопросом, они ушли, успокоены, а-а-а, ничего особенного. Ашем сделал чудо евреям, подумаешь, а-а-а, ничего особенного. Ого, ого, еще как особенное. Ой, вы знаете, что Белам, Белам, он очень-очень хотел стать сильнее всех, сильнее всех на свете, и чтобы ему все-все-все несли свои драгоценности, и золото, и серебро, и все время, все время искал, как бы, как бы, как бы стать еще сильнее, чтобы, чтобы разбогатеть еще больше, чтобы все к нему приходили, чтобы все его уважали. И ради, ради этой гордости, ради этого желания стать сильнее всех, он, он пошел на самые-самые-самые дурные, самые низкие, самые некрасивые поступки. Вы знаете, что Белам, Белам, он решил заняться идолопоклонством. Вы представляете, пророк, который мог говорить, разговаривать с самим Ашемом, решил поклониться идолам, заняться идолопоклонством. Ой, 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 ой. Даже простой человек, он знает, что есть Ашем, но он не может с Ашемом говорить и не может Ашема видеть. Но, но, если он занимается идолопоклонством, то, эээ, то он получает за это наказание. Это запрещено поклоняться идолам. Белам был пророком, и он решил заняться идолопоклонством только ради того, чтобы стать еще, еще сильнее. Вы знаете, что он очень хотел стать колдуном, чтобы он мог сколдовать чего-нибудь и всем навредить. Или преградить всем, если вы не принесете мне много золота, то я вам так наколдую, я вас прокляну. Ой, он любил проклинать. Вы знаете, что Тора запрещает, запрещает проклинать. Никого нельзя проклинать. Даже самого себя нельзя проклинать. Ни в коем случае. Тот, кто проклинает кого-то, ой, он считается учеником Белама, злодея Белама. Это очень-очень-очень плохо. Это очень-очень дурно проклинать. Ни в коем случае нельзя проклинать. Ой, Белам, он узнал, он узнал, что есть одно тайное место на земле. Далеко-далеко-далеко в туманных горах есть бездонная пропасть, пропасть, у которой нет дна. И в эту пропасть все время падают, не останавливаясь, все время падают два наказанных ангела. Кто из вас был у меня на уроке, где я рассказывал про самое начало творения, про Боришит, про поколение потопа, тот, наверное, вспомнит, откуда взялись эти два ангела, которые все время падают. Кто мне напомнит? Да? Это были вот эти, которые были на ковчеге. Нет, 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 на ковчеге они уже не были, они были наказаны раньше. Я вам рассказывал, я думаю, что на позапрошлом уроке Хумаш Боришит, я вам рассказывал совсем недавно про то, что была одна очень красивая и праведная женщина, которая не захотела, чтобы на ней женились два ангела одновременно. И которая, которая выспросила у них то слово тайное, при помощи которого ангелы поднимаются на небеса и узнав это слово, она от них убежала. А эти ангелы продолжили, два ангела Аза и Азаль, они продолжили злодействовать на земле, пока Ашем их не призвал на суд и не наказал. Тот ангел, который не захотел явиться на суд по велению Ашема, он до сих пор падает, все время падает вниз головой. А тот, который все-таки вернулся, он наказан за свои злодейства, которые он успел совершить, тем, что он тоже падает, но головой вверх. Так вот, эти два ангела, они все время без конца, без конца, без конца падают в бездонную пропасть в туманных горах. Сейчас мы не знаем, где находятся туманные горы, потому что Ашем спрятал их, спрятал их в нашем мире так, чтобы никто не смог их найти и чтобы никто не мог последовать за Беламом. Вы знаете, что Белам, он решил обратиться к этим двум ангелам и узнать у них, узнать у них какой-нибудь секрет, какой-нибудь секрет, чтобы он мог стать сильнее и мог проклинать сильнее и мог колдовать сильнее. И он отправился в туманные горы, и он сумел пройти все по тайным тропам, он сумел добраться до того места, где в бездонную пропасть падают эти два ангела. И он сказал им, если вы откроете мне какую-нибудь тайну, какое-нибудь тайное слово, при помощи которого можно проклинать, то я буду вам поклоняться как идолам. Я буду вам поклоняться, я буду вам приносить жертвы, я курбонот буду вам приносить, сказал Белам. Пророк, который может разговаривать с Ашемом, он хочет принести курбонот наказанным ангелам, падшим ангелам. И тот ангел, который сверху, он спросил у того ангела, который летит вниз, вниз головой, что мы ему скажем, какой секрет мы ему откроем. И они ему открыли, и они ему открыли секрет, они ему открыли, как узнать в точности тот короткий-короткий-короткий момент утром, когда Ашем включает, включает свое качество гнева, когда Ашем сердится. Вы знаете, на кого Ашем сердится? На идолопоклонников, на злодеев, которые нарушают, нарушают Тору, нарушают законы, нарушают заповеди. О, есть утром одна короткая-короткая-короткая секундочка, одно мгновение, когда Ашем включает свое качество гнев. И тогда, ой, в этот момент, если кто-то из злодеев, кто-то из злодеев совершит свое злодейство, как раз в этот момент, тут же на месте, тут же на месте он получит наказание. И в этот миг, в этот миг, вы знаете, что этот миг очень, очень чувствует петух. Петух, он тоже знает этот момент. Если посмотреть внимательно на петуха рано-рано утром, то можно заметить, что он вдруг, вдруг остановился и замер от страха. Он почувствовал, что включилось качество гнева Ашема. Он замер на одной ноге и не смеет переступить с ноги на ногу. И от страха его гребешок, его бородка, они становятся белыми-белыми без единой красной прожилки. Вы знаете, что у петуха обычно красный гребень и красная бородка. Когда Ашем гневается от страха, у петуха белеет его гребень. Так можно узнать этот момент. Но Беламу падшие ангелы, они открыли, открыли этот секрет, чтобы он мог без всякого петуха сразу же, сразу же узнавать, когда Ашем гневается, когда Ашем сердится. И если в этот момент Белам кого-то проклянет, это проклятие, оно осуществится, оно исполнится. И Белам принес корбонот падшим ангелам. Он им поклонился, как идолам, как о воде заре. И он, довольный, вернулся обратно к себе домой. Что вы думаете, за короткий миг, за короткую секундочку, какое такое проклятие можно сказать за одну секунду, за один миг? А Белам знал одно короткое слово. Одно короткое слово, слово «калем». Это слово обозначает «уничтожь», «сотри». И он хотел именно этим словом проклясть тех, кого он пожелает. Он мог предложить кому-то, хочешь, я прокляну твоего врага, чтобы он умер? А, дай мне много денег, я тебе его прокляну. А если ты не дашь мне денег, то я сам тебя прокляну. Белам стал зарабатывать много-много золота и серебра проклятиями. Ой, 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 ой. Вы знаете, что когда была большая, большая война, война между медьянами, медьянцами и маавитянами, то медьянцы, они спросили у Белама, спросили у Белама, прежде чем начинать войну, мы победим или не сможем победить? Белам, ай, Белам знал, он же был пророком, он знал, что медьянцы победят. Но он им этого не сказал. Он, знаете, что им сказал? Если вы принесете мне большой-большой сундук с драгоценными камнями и золотом, то я прокляну, прокляну маавитян, и тогда вы сможете победить. И тогда вы сможете победить. Ай, ему принесли огромный-огромный сундук с драгоценными камнями. А, он довольный смеялся. Они поверили, они поверили. А мне даже не нужно проклинать, я и так знаю, что они победят. Они мне принесли много-много. Ай, драгоценностей. Радовался Белам. Действительно, когда медьянцы победили, то они рассказали всем, что это только-только в заслугу Белама. Кто хочет победить, пусть идет к Беламу. И Белам, он сможет проклясть его врагов и принести ему победу. Вы знаете, что когда великан Сихон захотел захватить часть Омонского царства, то он тоже пришел к Беламу. И Белам, он тоже знал, что в конце концов Сихон победит. И он тоже у него потребовал огромную-огромную награду, за то, что он проклянет аммонитян. Ой, Белам, он такой был довольный, что он всех может проклясть, что все ему несут деньги, что все ему кланяются, что все его уважают. И вдруг к Беламу приходят послы. Приходят к Беламу послы от царя Моава. Эти послы, они пришли и попросили у него, они попросили у него проклясть. Вы знаете, кого хотели проклясть Моавитяне? Моавский царь, кого он хотел проклясть, кого он так боялся? Моавский царь был Балак. Да, а кого он боялся Балак? Почему он послал своих посланцев к Беламу, чтобы Белам проклял... Ой, не дай бог, не дай бог, чтобы он проклял евреев? А-а-а, Белам сказал этим послам, оставайтесь у меня, оставайтесь у меня до утра, утром я скажу вам, утром я скажу вам, могу я, пойду я проклинать евреев или нет? Ой, как он хотел проклясть евреев, он... Но ночью, ночью Беламу во сне явился Ашем. И он сказал ему, кто эти люди, которые к тебе придут, которые к тебе пришли? Вы помните, что ответил Ашему Белам? Ой, он сразу возгордился, он сказал, а-а-а, этот царь, царь Моава прислал ко мне посланцев. Он все время в это время думал, а-а-а, Ашем, ты не считаешь меня таким великим, да? Но вот цари меня уважают, ко мне шлют посланцев, мне посылают деньги, драгоценности. Он хвастаться стал перед Ашемом. Он как будто бы думал, что Ашем не знает, кто к нему пришел. А-а-а, Ашем увидел, как Белам хочет проклясть евреев. И Ашем начал на него сердиться все сильнее и сильнее. И Ашем ему сказал Белам, не ходи с этими людьми в Моав. И Белам подумал, а-а-а, Ашем не хочет, чтобы я шел в Моав. Ничего страшного, я прокляну их здесь, я никуда не пойду, я прямо здесь прокляну евреев. Прокляну евреев, подумал, подумал Белам. Но вы знаете, что Ашем, Ашем он слышит не только то, что мы говорим, но и то, что мы думаем. И Ашем сразу увидел, о чем думает Белам. Ашем сказал ему, и не проклянай, не проклянай евреев. Потому что, потому что, даже если ты хочешь проклясть их отсюда, никуда не ходя, ни в коем случае не проклянай их. А Белам подумал у себя в голове, а-а-а, хорошо, хорошо, хорошо. Ашем не хочет, чтобы я шел в Моав. Ашем не хочет, чтобы я проклянал евреев. А я, подумал Белам, я благословлю евреев. А благословение такого злодея, как я, оно еще хуже, чем проклятие. Обрадовался Белам. Но Ашем видит все, все мысли человека. Ашем сразу увидел, что Белам все равно хочет навредить евреям. Не проклятием, так благословением. Ашем сказал, этот народ уже благословлен без тебя. Благословение получил Авраам, и его сын Ицхак, и его внук Яков. Благословение получили все евреи, когда они приняли Тору. Не нужны твои благословения. Оставайся на месте, не смей ни проклинать, ни благословлять. Ой, утром Белам проснулся. Ой, что он скажет посланцам Балака? Что он скажет Моавитянам? Он сказал, Ашем, Ашем не хочет, чтобы я шел с такими неважными, с такими неинтересными, с такими глупыми посланцами, как вы. Убирайтесь, возвращайтесь. Ашем не хочет, Ашем, Ашем хочет, чтобы я был очень уважаемым, чтобы ко мне присылали таких посланцев, чтобы все видели, какой я важный и главный. Ах, а вы недостаточно, важные посланцы, уходите. И посланцы Балака вернулись, вернулись обратно в Моав. И Балак послал новых посланцев. Новых посланцев очень-очень-очень важных, очень-очень-очень мудрых министров. У-у-у, самых-самых-самых-самых. Они пришли, пришли к Беламу и снова стали его звать. А Беламу так хочется проклинать, так ему хочется проклясть евреев, у-у-у, и как ему хочется. Ашем ночью явился к Беламу Ашем и сказал ему, если ты думаешь, что тебе будет польза от того, что ты пойдешь в Моав с этими министрами, ты можешь идти с ним, если ты думаешь, что тебе от этого будет хорошо и что тебе это принесет пользу. Но помни, что ты будешь там говорить только то, что я тебе повелю, сказал Ашем. Только то, что я тебе повелю, только то ты можешь сказать. Утром Белам проснулся. Он подпрыгнул на кровати. Ой, довольный, радостный. Еще темно было, еще только-только начало расцветать. Он подпрыгнул на кровати. Ах, он получил разрешение Ашема пойти в Моав. Ой, он придумает что-нибудь по дороге, как навредить евреям. Он сам побежал, бегом, бегом, бегом побежал. Побежал в свою конюшню. Взял свою ослицу. Он сам, сам надел на ослицу седло. И он уселся в это седло. И сказал, сказал этим посланцам Балака. Скорее, скорее, пока Ашем не передумал. Скорее, скорее. Мы отправляемся, мы отправляемся в Моав. И он отправился в Моав. И вы знаете, что по пути ему кто-то встретился. Кто-то ему встретился. Ангел Гавриэль. Ой, с мечом в руке. Ангел Гавриэль. Совершенно верно. Ангел Рахмель. Нет, не Рахмель. Гавриэль. Гавриэль, он ангел Рахамим. Ангел Милосердия. Но милосердие, милосердие Ашем проявил к евреям. Выключите, пожалуйста, все микрофоны. И тогда будет лучше видно и лучше слышно. Сейчас я попробую исправить это. Сейчас попробую исправить. Сейчас видно, слышно. Опять не видно и не слышно. Сейчас должно быть слышно. Сейчас слышно. Сейчас, я думаю, слышно. А главное, что слышно. Главное, что слышно. Ангел встал на пути у Белама. Ангел встал на пути у Белама. И Белам его не увидел. Потому что ему не дано было увидеть ангела. А вот ослица, ослица Белама, она увидела этого ангела. И она сошла с дороги. Она сошла с дороги. А Белам не понимает, почему это его ослица сошла вдруг с дороги. Он сердится. Он начал бить ослицу палкой. О, почему ты меня позоришь перед этими важными послами? Почему ты не идешь прямо по дороге? Он кричит и бьет ее палкой. И он продолжил свой путь. Он хочет проклясть евреев. И снова впереди него появляется ангел. Теперь он появился в таком месте, в таком месте, где есть стенка. С одной стороны от дороги есть стенка. Ай, вы помните? Вы помните, кто построил эту стенку? Яков. А, Яков и Лаван. О, а Яков и Лаван. Они построили эту стенку. Эта стенка, она для того, чтобы напомнить Беламу, что его прадед поклялся не делать зла евреям. А он идет делать зло евреям, злодей этот. Ай, когда с лица увидела ангела у себя на пути, она обошла его, прислонившись к стенке, и Беламу прищемила ногу. Ай, 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 закричал Белам. Ай, Школ, куда же ты идешь? Ты мне сломала всю ногу. Всю ногу сломала об эту противную стенку. Ай, вместо того, чтобы вспомнить, для чего была построена эта стена, вместо этого он злится на ослицу и кричит на нее, и снова ее бьет. Но в третий раз, в третий раз, ангел встал в таком месте, где невозможно было ни вправо, ни влево, никуда свернуть. В таком месте он встал, что были заборы с двух сторон, и справа, и слева, и ослица села на землю. Ай, и Белам злой при злой. Он стал бить ее, бить, бить. И вы помните, что Ашем сделал великое, великое чудо. Сделал такое чудо, к которому специально Ашем приготовился еще тогда, когда он создавал наш мир. Он создал один только род ослицы, который может говорить. Все остальные ослицы могут говорить. Одну такую ослицу создал Ашем, ее род, который может говорить. Но об этом я сегодня уже не успею сказать, потому что наш урок заканчивается сегодня. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...